Шестилетняя Белла – ребенок особый. Среди сверстников выделяется своим поведением. Она всегда живет в своем мире. И часто делает то, что захочет, не понимая наставлений взрослых. Раньше мама девочки не могла позволить себе водить ребенка в подобный центр. Все они на полуострове были коммерческими. Занятия в Крымском республиканском центре психолого-педагогического и медико-социального сопровождения абсолютно бесплатные. Для Беллы здесь выработана индивидуальная программа. Занятия длится час-полтора. За это время успевают сделать множество упражнений на развитие моторики, координации, концентрации. Вот сейчас, например, девочка с педагогом определяет цвета и размеры. Девочки особенные. Они не различают цвета, даже в достаточно взрослом возрасте. Они не понимают врачи. И хотя Белла развивается не так, как обычный ребенок, это не мешает ей быть творческим человеком. Девочку заинтересовала профессия журналиста. Она быстро поняла, как пользоваться микрофоном и снимать на камеру. Солнышко проснулось, поднянулось, проснула путник. Для Беллы это всего лишь пятое занятие. Но за короткий срок прогресс налицо. Занятия проводят очень хорошо. Я очень довольна. Результат, конечно, есть. Лучше стало получаться все это. Больше этот контакт делают. Контакт больше с учителями, психологами. А пятилетняя Камила по некоторым параметрам опережает в развитии своих одногодок. Но с речью проблема девочка совсем не говорит. Исправить это берутся в республиканском центре. Девочка уже прошла диагностику. Педагоги составили для нее специальную программу. С ней работают психологи, работает логопед, с моторикой работают. Ну и плюс мы дома сами тоже занимаемся. Она сейчас воспроизводит звуки всех животных. Мяу, гав. Уже знает, кто как выглядит, кто что произносит. Да, сдвиги есть. Мы очень рады. В наш центр может обратиться любой ребенок от рождения до 18 лет. Однако, большей частью, конечно, мы ориентируемся на детей с ограниченными возможностями здоровья. И по статистике видно то, что по количеству обращений, конечно, нозология, расстройство ротического спектра и психоневрологические заболевания, они лидируют. Таких детей достаточно много к нам обращается. Здесь детьми занимаются как индивидуально, так и в группах. За два месяца работы сюда уже начали ходить более 100 ребят с ограниченными возможностями. Помощь педагогам – специальное оборудование. Все занятия проходят в игровой форме. Именно так детям легче научиться писать, читать, считать и общаться. Детки действительно у нас все особенные и каждый ребенок индивидуален. Естественно, нужно в первую очередь найти подход к каждому ребенку. Независимо групповые, индивидуальные занятия, все равно изначально мы знакомимся с каждым ребеночком. Пытаемся разговаривать, найти то, что ему интересно, что его заинтересует в первую очередь. И по результату того, что его заинтересует, мы начинаем совместную работу. То есть, если это конструктор или какое-то другое поощрение, мы через эти методы начинаем налаживать с ним общий контакт. Чтобы попасть на программу коррекции, ребенок проходит тесты, разговаривает с психологом. А потом отдел центральной психолога медико-педагогической комиссии принимает решение. Малышу могут посоветовать специализированную школу или выработать особую программу обучения. Еще один вариант – пройти коррекцию здесь, на базе центра. Мы обследуем ребенка обязательно в присутствии родителей, только, или законных представителей. Обследование ведется коллегиально, одновременно все специалисты наблюдают за поведением ребенка, за тем, как он выполняет задания, предложенные психологом. И делают коллегиально, обсуждаем. С появлением новых задач центр стал нуждаться в расширении. Сегодня площади старого здания не хватает. Просьбу услышали в Министерстве образования, науки и спорта Республики. В скором времени Крымский республиканский центр психолога-педагогического и медико-социального сопровождения пообещали перевести в более подходящее помещение и по масштабам, и по санитарным нормам. Юлия Попович, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.